добавлю в свой рис горсть душистой травы праздник желудка а мастер трубку забьет праздник дурмана приветствую вас зубастые кашалоты с вами гранд мастер федорович а в этом видео вы увидите то что лучше не видеть но если вы не увидите то будете жалеть всю жизнь когда ты мастер и у тебя есть храняра ученик который готов за чекушку терпеть все твои новые методы тренировок это прекрасно ведь что бы ни случилось ты всегда можешь сказать что так и надо а инвалидом он стал потому что не впитал силу че после победы не спеши прятать меч ибо еще не понятно кто враг а кто долбодятил если вы подумали что за хрень здесь произошла то сразу видно что вы не занимались с нормальными кентами у которых за плечами три дня бокса и два фильма с жеки чаном поэтому такие тренировки всегда начинаются со слов хочешь покажу смертельный прием а давай херась ай-яй-яй ты мне колено сломал я же говорил прием будет смертельный солнца которая садится за горизонт всегда не хватает а гембель который все равно выгребал по шее от первогодок вернувшись домой создаст свое единоборство чтобы мстить всем терпи солдат генералом будешь или просто терпила как это и бывает а когда мастер лупит тебя кривыми ногами и дубовыми стволами терпеть не стоит нужно сразу развернуться и навернуть мастера таким же стволом паре ведь эта школа небесного гембеля и явно несет знамя дедовщины в армии практической пользы от того что тебе херачат по спине ногами и палками кроме синяков и выбитых позвонков никакой но тем кто херачит приятно ведь это не спарринг и можно получить в ответ родившийся муравьем может утянуть рафинад у пьяных туристов а родившийся мастером может расхерачить все что захочет на своем пути тренируйся всегда и везде тогда ты сможешь победить кого угодно где угодно главное не сдаваться когда тебя побеждает снеговик пыльце кровати дверной косяк и другие секретные мастера а в этом видео вы наконец-то узнаете самый действенный прием от удара рукой лучше телячьей нежности чем свинячьи пакости также лучше сложный прием который наверняка уничтожит противника ведь всем нам известно что чем прием сложнее тем он эффективнее а мастер круче чем обычный удар в нос который применяют только слабовольные спортсмены которые не способны на такую фантазию то что вы сейчас увидите ни в коем случае не показывайте жене и тёще это будет ваш секрет только ваш который вы сможете применить в экстренной ситуации учись быстро открывать глаза и медленно рот чтобы все сразу видеть и не сразу говорить глупости а изучив этот прием вам больше не придется говорить вообще смысле как обычно опросить жену о пощаде когда вы возвращаетесь с кабака на веселе и с губной помадой на шее теперь зная этот прием вы сможете с легкостью отбиться от ее скалки и захватить власть в доме когда ты достиг вершин ты можешь обучать тех кто туда стремится а когда ты стоишь у подножья горы ты можешь обучать тех кто оттуда спустился ибо не хрен было туда лазить я и 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 это и Великий мастер 12 Дана с белым поясом настолько велик, как в мастерстве, так и в животе, что с легкостью обучает черные пояса, причем обучает настолько невероятному приему, что эти недолуги и америкосы не могут понять, как сделать два движения. Мне, как великому грандмастеру, всегда было интересно, почему, делая такие приемы, ученики просто не сделают шаг назад ногой. Таким образом они не будут падать. А когда тебя толкают, ты можешь просто отойти. Но такие рассуждения слишком примитивны для великих мастеров. Сказали делать так и никак иначе, значит надо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями и пишите в комментах, какой прием вы будете использовать против тещи. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Обмазывающий сель. Начинаем. Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убит. Спасибо. Продолжение следует...